Всем привет! Сегодня мы в такой человой обстановочке с классной музыкой. Так, я сказал с музыкой. Вот, так лучше. И сегодня я в такой человой обстановке поотвечаю на 50 ваших вопросов, которые вы задавали мне в разных соцсетях. Первый вопрос, когда альбом? Альбом будет 12 февраля, он будет называться «Лил Чуец», и там будет такая спокойная, ненапряжная, человая музычка. Короче, альбом в феврале. Помните? Мне 14. День рождения у меня 15 сентября 2006 года. Было дело. Первый раз я попробовал где-то в октябре прошлого года. Я не знаю, если этот вопрос про цвет, то мой любимый цвет синий и красный. А если про цветы, то гладиолусы. У меня два любимых сериала. Это «Молодежка» и «Кухня» с «Отелем Иллион». Обожаю. Мне нравится его музыка. Самого его я, конечно, не люблю, но музыка у него классная. Я большой фанат «Гонфлада». Так, каких западных артистов я слушаю? Ну, больше всего с запада я слушаю Сикс Найна, Икс 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 Тантасьйона, Лилу Зиверта, Трэвиса Скотта, Ян Тага и, ну, так, еще немного Поп Смоука. Кстати, покойся с миром Поп Смоук и Икс Икс Тантасьйона. Помню, года два назад, в феврале или в марте, я точно не помню, когда это было, я говорил, что у меня есть маска, то есть это веселое что-то, веселый человек такой жизнерадостный. И, скорее всего, эта маска сейчас у меня трансформировалась в альтер-эго, то есть второго меня. Нет, у меня есть только двоюродные, троюродные, но я бы хотел родных, было бы прикольно, там, братика мелкого. В общем, рассказываю историю. Две недели назад мы с Богданом шли с тренировок и взяли чупики. Ему попался маленький чупик, и он назвал его Лил Чуиц, то есть маленький чуиц. И тогда нам в голову пришла идея назвать альбом Лил Чуиц. Ну, мне вообще в целом фастфуд нравится, то есть наггетсы, курочка жареная, это классно. Но я больше люблю какую-то домашнюю еду, допустим, ну, не знаю, какой-нибудь борщ. Если говорить в общем, то я очень люблю мидии в двух сырах, в сыре Филадельфия и чеддер. Да, я читаю Тимоти Лири, «Семь языков Бога», «Познаю себя», очень крутая книга. И Томас Сойера. Томас Сойера – это вообще классика литературы, современной. Там рассказывается про жизнь детей в гетто. Очень прикольно, особенно для моего поколения, но типа это прям жизненно. Там рассказано очень много интересных ситуаций, которые могут произойти и в реальной жизни. Советую почитать. Ну, вообще, я знаю много умных терминов, допустим. Я знаю, что такое регоризм, я знаю, что такое астрал. И еще я знаю, что такое акамабритва. Акамабритва означает, не стоит множить сущие без необходимости. И чтобы ей не порезаться, нужно соблюдать правила существования в нашей Вселенной. По-моему, достаточно мудро. Не знаю, если ты говоришь про плейнгейминг, то вполне возможно, в мире все возможно. Но так вообще в ближайшее время не планируем. Вообще, первый полноценный заработок нам придет только в середине января. Ну, пока что там на счету уже чуть больше 17 долларов. Ну, вообще, я был в огромном количестве городов. Я даже в Финляндии был. Допустим, несколько раз я был в Питере, в Москве. Один раз я был в Краснодаре. Много раз, очень много раз я был в Самаре и в Тольятти. Но я не был. В Ростове-на-Дону, в Астрахани я не был. Так, потом я еще не был в Хабаровске, в Владивостоке, в Владикавказе, в Волгограде я не был. И в Новосибирске. Ну, в остальных крупных городах я вроде бы был. У меня был котик, но в 16-м году он пропал куда-то. Скорее всего, он умер. Жалко очень. Но так, да, было бы очень классно. Естественно, ты как раз дал мне повод прорекламировать свой трек. 30 декабря утром выходит трек Сам не свой. Премьера уже доступна на канале Flame по ссылке в описании. Ну, конечно же... А вот что я сказал, подумайте сами. Каста, Нефтеград, Сява, Гуф, Баста, Тпилит Теплый, Жека Росту и Наумблик. Ну, это которых я знаю. Я вообще не вижу смысла покупать дорогие шмотки. Вот у меня вон там худи висит. Она стоит почти 8. Кроссовки 8 и куртка чуть больше 8. Это мои самые дорогие шмотки. А так у меня все остальные равны. Там от трех до пяти тысяч. Естественно. Я в 2018 году летом два сезона Кухни пересмотрел за три недели. Хороший вопрос. Но вообще я смог выйти из затяжной депрессии, которая у меня началась еще где-то в октябре 2019 года. И увидеть мир по-другому. Старый мир. Чувствовать себя по-старому. И просто видеть краски всего этого мира. Видеть его по-другому. И мыслить более широко. И масштабно. Но так... Такой же, как и был раньше. Ну, вообще, я, конечно, больше сангвиник сам по себе. То есть, более жизнерадостный такой человек. И веселый. Но у меня есть флегматическое альтер-эго. Оно у меня начало развиваться как раз после выхода из депрессии. А флегматик это такой более уравновешенный, спокойный, рассудительный человек. Более такой задумчивый и даже местами мрачный. Боже, у паси, нет. Я скорее позер. Вообще, терпеть могу офников. Это не люди. Веселый. Творческий. Мудрый. Альбом вообще в целостности сохранит прошлый стиль. Wind of Change. То есть, тоже будет грустная лирика. Но еще и будут добавляться новые треки. Допустим, Byte. Это будет супертехничный трек, где флоу меняется 16 раз. Потом будет еще кавер на пацанов, который мы уже записали. И будет один такой жесткий трек вообще. Вот прям уши ебать будет. Он очень жесткий. Вообще, у меня в планах стать прям полноценным блогером по PUBG Mobile. И поэтому вот ответ на вопрос. На Flame Gaming я буду снимать PUBG Mobile. Классный вопрос. Вообще, мне, конечно, 14 и для детей рановато. Но было бы классно назвать Катя и Максим. Пока что нет. Была бы, мы встречались с ней больше, чем полгода. И потом, где-то в июле, все пошло вообще не туда. Было все очень токсично, страшно. И потом, где-то в августе расстались. И тут так и живу. Один. Хэштег без баб. Если ты имеешь в виду 19-й год, это было где-то с мая по Новый год. По декабрь и январь 2020-го. То в это время я как-то просто вообще вышел из всей этой блогерской движухи и социальных сетей. Только в ВК и в Инстаграме сидел. И мне было так ментально хорошо. То есть было реально спокойно. И сейчас тоже хотелось такое сделать. Это когда у меня депрессия была вторая. В августе. Ну, как-то недельки две так посидел спокойно. И потом, чтобы выйти из депрессии, нужно было что-то делать. И поэтому я начал там музычку писать. И всякие видосики записывались. Чтобы выйти из депрессии, обязательно нужно что-то делать. То есть если просто лежать вот так вот, то ничего не получится. Так и будешь лежать. А если что-то делаешь, то ты куда-то двигаешься. Да, два раза было. Первый раз я даже помню число какое-то было. 6 марта 2019 год. Я даже тогда ролик записал. Он у меня сейчас находится в скрытых. Но я его могу в любой момент открыть. Там, короче, я, можно сказать, такой прощался уже. И говорил, что вернусь где-то через полгода и ролики уже монтировать буду. Но потом я понял, что я что-то тупой, что ли, зачем я это делаю. Мне же охота снимать. Музычку всякую выкладывать. Снимать ролики. Это же классно. И второй раз это было вот в августе. Но я вот только что рассказал. Поэтому, да, ответ на вопрос, да, хотел. Два раза. Нет, у меня нет хейтеров. Ну, хейтеров у меня нет, потому что еще аудитория не такая большая. Но так просто пытаюсь себя показывать таким позитивным, миролюбивым челиксом. Это всегда работает. Конечно, ведь все новое это хорошо забытое старое. Вообще, я, конечно, не знаю, что ты подразумеваешь под старыми форматами. Но то, что я подразумеваю, я точно верну. Конечно, нет. Только сать его. Да, я коренной русский. В основном пятерки, но и четверки тоже есть. У меня вообще по всем техническим, кроме информатики, четверки. А по всем гуманитарным, кроме английского, пятерки. Да, я помню. Сразу после выхода альбома Windows Change, я кидал в группу информацию о том, что я пишу такой трек-байт, в котором будет 6 стилей читки и 16 раз поменяется флоу. Ужас, еще никто такого в рэпе не делал, а я сделал. Но там уже готов текст, бит тоже готов, но у меня никак не хватает времени записаться. Вот, надеюсь, на этих каникулах успею записаться на него, и мы его сведем. И поэтому, скорее всего, он выйдет либо перед альбомом, либо вместе с альбомом. Естественно, ставлю только на спорт. На киберспорт ставить это... Не надо такого делать, потому что это... На 80% ваша ставка не зайдет. Я ставлю на 1xbet и на фонбет. Это не реклама. Там будет все. То есть, основная концепция, конечно, будет эта грустная лирика. Ну, что-то в стиле темной ночи, навекая мертвой звезды. Но там будут и веселые треки, и прям дико грустно-депрессивные, и каверы, и жесткие, конечно, тоже будут. Насчет Человых не знаю, может, и напишу. Не знаю. Аня, Настя, Яна, Снежана. В России за Зенит, а вообще за Реал Мадрид. На новогодних каникулах обязательно проведу. Уже давно хочу провести его на Ютубе или ВК. Я не знаю, зачем ты задал такой вопрос, но на первом моем телефоне были две симки, но потом я перешел на айфон, там была одна симка МТС. И сейчас на моем Самсунге тоже только одна симка МТС, поэтому я выбираю МТС. А еще там мобильный интернет получше. Мы с ним знакомы с семи лет. Потом мы еще после третьего, четвертого, пятого класса летом гуляли часто, в футбол играли. Дальше как-то немножко перестали общаться, и потом в феврале 19-го года мы с ним как-то встретились. Так долго гуляли, разговаривали. И после этого мы стали общаться. А дальше летом 19-го оказалось, что он тоже такой творческий человек, и мы начали заниматься музыкой, что нас еще больше свело вместе. Я не знаю, он еще не дописан. Когда вот он выйдет, тогда уже и посмотрим. Но он явно будет намного техничней. Пару раз было, а сейчас нет. Нет, не крашу. Естественно. Но один раз случилось так, что мы не смогли убежать, а точнее даже не пытались. Мы разбили витрину, точнее я разбил камнями витрину, мы бросали. Это было летом 19-го года. И нас, короче, такой мужик выбегает. Нас сразу так хватает за шкирку. И в какое-то помещение отвел. Мы там сидели, менты приехали, потом штраф оплачивали, косарь. Точно не помню. Даже вспоминать неохота. Мой любимый блогер это Ивангай. Хотя я не понимаю, что он сейчас вообще творит. Потом люблю смотреть Мамикса, оба его канала. Брайна Мапса, Маразма. Маразм тоже классный. И Михаил, это вообще просто ютубер года. Подписывайтесь, ссылка в описании. Да, два раза. Ну а на этом мы заканчиваем. Спасибо за весь год, проведенный со мной. Всем пока. Встретимся в 2021 году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok